Они говорят, а почему мы не запустим рекламу в космос? Я говорю, а кто ее увидит? Ну, мало ли, а вдруг там кто-то живет и может ее посмотреть и узнать о нашей школе. Ну, что-то в этом роде, знаете. И поначалу ты, когда слышишь это, ты думаешь, что это очень фантастическое. Все чаще и чаще убеждаюсь в том, что это не фантастика, это наша реальность. Ученики этого хотят, прям поставить цель, мы запустим что-то в космос. И дети должны это придумывать. Вот здесь вы получаете там креатив, которого очень часто не хватает. Привет, с вами редакция «Степь» и я ведущая сегодняшнего подкаста Айдана. Первый выпуск посвящен проблемам образования, трендам и его решениям. Сегодняшние наши гости это Максат Курбенов и Раушан. Давайте приступим. Я училась в НИШе и до НИШе в обычной школе у нас были оценки, там, четверки, пятерки, тройки, да. А потом, когда я перешла в систему НИШ, там были какие-то новшества. И у нас было только две оценки. Это ты достиг цели или ты стремишься. И, допустим, если я выполнила задание на 80%, то я до 80% достигаю цели. Если это меньше 80%, и неважно там 10% или 79%, я стремлюсь, стремлюсь к цели. И мне тогда было обидно, допустим. Мне было обидно, что, допустим, кто-то выполнил на двойку, кто-то выполнил на четверку, но у них одинаковая оценка. Это вот как второй новый формат оценивания, который они вводили. Я хочу вот на этой почте поговорить о критериях оценивания и о том, насколько вот эти оценки соответствуют знаниям, которые ученик получает. Но мне, допустим, как директору школы, для меня вообще слово оценка — это такая боль, потому что, с чем я сталкиваюсь в своей деятельности, есть родители, которые приходят и очень сильно возмущаются, почему у их сына или дочки тройка, двойка, а не пятерка. Я начинаю объяснять родителям, хорошо, вы хотите пятерку вместо тройки, ну окей, ладно, мы поставим, не проблема нарисовать какую-то оценку. Но дальше как быть ребенку, который поймет, что вот можно получить пять вместо три и думать о том, что ты умный, и идти с этим чувством в мир, далее учиться в университете, а там это может подтвердиться, или может, наоборот, это стать для него мотивацией. Поставь-то ему три честную, для него это может стать мотивацией получить пять. Но поставь-то ему пять вместо тройки и с этим чувством отправить ребенка, вот так отпустив его за руку и сказать, иди в этот мир и существуй, как хочешь, ну вот как будто бы для меня это, ну мне внутри очень обидно становится. Я говорю, а почему не три, а в чем, вообще почему тройка — это плохо? И меня начинает это возмущать. Я, допустим, очень много знаю тройщиков и очень много знаю людей, которые завалили кучу ЕНТ, да, там все эти тестирования, баллы, но при этом являются крутыми бизнесменами. Они строят такие проекты, они делают такие вещи в нашей республике, да, и за пределами ее, и ты такой думаешь, слушай, а он, оказывается, молодец, и на него работает куча людей. Да-да-да, даже, ну сколько, больше 50% миллиардеров, да, там вообще… Они вообще в троечнике. Вообще, да, и не учились даже. И даже не парятся насчет этого, и они до сих пор пишут какие-то даже сообщения с ошибками, и ты даже им не можешь сделать какие-то замечания, потому что, ну, этот человек там построил три бизнес-центра, условно, да. Это, вот я, допустим, я отличница, да, я всю жизнь боролась со своим синдромом отличниц, и где-то я сама себе говорю, алло, ты можешь быть троечницей, и это тоже классно, ты тоже будешь крутая, не меньше. Мне кажется, государство перестаралось, там, лайки, дизлайки, там, A, B, C, D, там, то же самое, что 5, 4, 3, 2, стремишься или достиг, просто всех запутали. А какая система по-вашему вот наиболее оптимальная? Мы живем в мире, да, мы вот в мире капитализма, да, он основан на большой конкуренции, да, и система должна мотивировать тебя, да, становиться лучше и лучше. Если там стремишься или там достиг цели, мне кажется, очень много психологов как бы работали над этим, и я не хочу как бы с ними спорить, но я считаю, что мы должны придерживаться какой-то одной линии, да, и я считаю то, что, я считаю, во-первых, да, то, что, особенно, наверное, это в частных школах, да, развито, то, что родители, отдавая детей в частные школы, у них какие-то завышенные ожидания, что он должен там обязательно там хорошо учиться, да, и они требуют это не от детей? От школы. От школы, да, то есть они должны понимать, что школа должна, во-первых, оценивать объективно. Сейчас, если там ребенок получает там тройку и четверку, родители начинают очень сильно возмущаться и оказывают давление на учителя. В мое время я получил двойку. Давление получаете вы, да? Да, я получил двойку, и мои родители бы никогда не позвонили, ну, я просто родился в семье там учителя, да, это настолько было высокое уважение к учителям, да, чтобы там я просто там получил плохую оценку, родители никогда не позвонят учителю и никогда ему ничего не скажут, значит, заслужил. Вот. Я не знаю, правильно ли эта система, может быть, она не совсем правильна, но в одном я уверен, то, что сейчас давление на детей оказывается гораздо больше, гораздо очень высокие там требования к детям, да, поэтому Казахстан там находится там в десятке стран там по суицидам, да, детским. Да, да, да. Это огромная проблема. Мы просто теряем, мы просто теряем из-за давления молодых ребят, детей, понимаете? Школа на него давит, родители на него давят, ему некуда деться, да, мы уже видели же по новостям там записка от девочки, извиняется перед родителями, там в восьмом или девятом классе, что она не оправдала их там ожидания. Представьте, ну жизнь ребёнка сломалась просто за счёт каких-то там неверных ожиданий, и просто с ним вот не смогли там правильно поговорить. И здесь там очень школа должна играть, наверное, там большую роль, да, там в эмоциональном состоянии детей. Да, да. Он должен там, школа это второй дом, он должен там совершенно себя комфортно чувствовать. Оттягивая там школе там не ставят плохие оценки, мы оттягиваем его там взросление. Его процессы. Да, он должен быть, объективно понимать, он троечник, ему нужно стремиться там идти вперёд дальше, стать там хорошистом, отличником и так далее, если он хочет там дальше идти вперёд. Но может быть ему это вообще не нужно. Да, и может быть для него так уйти. Может быть ему комфортно быть троечником, но он там занимается чем-то другим гораздо интереснее для него. И это тоже нормально. Да. Вот здесь такой баланс, но самое главное там избежать очень сильного давления, потому что давление строит рамки, рамки это во многом очень плохо. Я хотела задать вопрос более лёгкий о культуре школы. Я говорила о том, что когда мы приходим в ниши или в котел, ощущается своя атмосфера. И вот насколько это важно в качестве образования? Ну, в целом, допустим, в моём случае, как только я принимала проект, это было в апреле прошлого года, первый вопрос, который мы поставили перед собой с учредителем, это было как раз-таки вопрос культуры и атмосферы в школе. Первое, что мы сделали, мы разработали школьную форму совместно с учениками. Мы сделали большой соцопрос, отправили сначала ученикам, потом родителям, потом родителей, потом учеников, потом учителям. Мы всех этих людей собирали, они все приходили к нам на протяжении месяца, выбирали, не знаю, голосовали, было просто всё. Я, наверное, там прошла все семь кругов ада в этот момент. Но учителя сказали, там, детям нужна строгая школьная форма, никаких складочек, там, никаких резиночек, никаких ярких цветов. Родители сказали, почему? Наоборот, детям нужны яркие цвета, там, нужны, там, не знаю, какие-то пёстрые вещи, о чём мы как в Советском Союзе, да? И ученики, самые главные люди, которые будут это носить, они сказали, а можно нам просто вот такую же форму, как у той школы? Мы просто хотим выглядеть так же, но в другом цвете. И вот, понимаете, это сколько разных мнений, да? И вот во время этого процесса, что произошло? Мы сплотились, у нас появилась общая цель. То есть на 200 человек мы распространили свою идею. И таким образом, благодаря вот такому первому вовлечённому проекту, мы смогли довериться друг другу. Мы все, наверное, знаем, когда ты приходишь к маме домой, и вот пахнет каким-то твоим любимым запахом. То есть это очень сильно влияет на мотивацию ученику. Аплектами вкусно и пахнет у мамы. Да, и точно так же про школу. То есть, представляете, ученик приходит в школу, он не видит пустые стены, он попадает уже в эту атмосферу того, что он здесь важная часть. Очень важно иметь ДНК своё, да? То, что вы пытаетесь выстроить, это комьюнити, да? То есть школа, которая основана на сообществе, это очень круто. Вы таким образом строите некую ДНК школы, которая и при подборе будет работать, и при подборе преподавателей, да? И ученики будут встраиваться в это. Продолжая, вот, допустим, после школы, мы оканчиваем школу, где мы оказываемся в университете. Мы выбираем специальность, профориентация тоже есть свои какие-то сложности. Но если переходить к проблемам именно образования, высшего образования, я хочу начать с доступности образования. Я знаю очень много лично своих знакомых, которые, допустим, видно то, что они очень умные, они как будто бы заслуживают получить образование инженера, но из-за ограниченности гранта, не могут получить достаточно баллов по ИНТ, они не получают этого гранта, и им приходится работать, идти сразу работать после школы. Что вы думаете о доступности образования в Казахстане? И в целом, какие ваши мысли об этом вопросе? Да, если можно, я начну вообще, наверное, с культуры образования, да? И потом я перейду к доступности образования. Это очень важно, да, чтобы в стране была культура образования. Не просто там культура в одной школе или там культура в школах. Это нужно начать там с культуры образования. Я скажу то, что в 2019 году я ездил на вручение нобелевских наград, меня туда пригласили, и там, получается, по всему городу в Швеции, да, это было Гетенбург, это там второй город, и там по всему городу шли нобелевские лекции. И моя гостиница была прямо напротив дворца, где проводилась там одно из мероприятий, лекция. Лекция начала там в 9.30, я где-то в 7 утра завтракаю и смотрю в окно, и вижу то, что собирается много-много людей. И я не могу понять, и дальше кушаю, кушаю, и потом понимаю, что это собирается очередь на лекции, понимаете? И я пришел, и уже были километровые очереди, и я просто встал, чтобы успеть попасть на эту лекцию. И что меня больше всего поразило? Не просто то, что люди стремятся к знаниям, это не просто, это вот то, что на такие события родители приходят с детьми, понимаете? Бабушки приходят с внуками, и это такая вертикальная передача знаний, необходимости развиваться. Сколько бы мы не будем там делать прекрасных школ, сколько бы мы не создавали прекрасных университетов, если это не идет от родителя, от того человека, которому ребенок доверяет больше всего, и на которого он хочет быть похож, очень сложно создать общество, которое будет стремиться к знаниям. У нас же в Казахстане, ну сколько родителей ходят на форумы с детьми? Считанное количество. Или сколько ходят на какие-то классные образовательные события? Очень мало, все ходят на развлечения, да? Кино там. Да даже собрания в школе, сколько родителей приходят. Да, собрания в школе не ходят. Понимаете, там в кинотеатры ходят, там попкорн поесть, там на машинках покататься, там парк развлечений, все. И мы учим детей там развлекаться, что тоже важно, конечно, но мы не учим там самому важному. Получать знания. Да, именно любопытству. К тяге. Любопытству, да. Любопытству, тяге к чему-то там неизведанному. И вот они приходят, и на эти события я увидел, что дети задают очень много вопросов, нелепых совсем, детских, нобелевским лауреатам. Представьте? Это круто. И он там становится ребенком, тоже нобелевский лауреат, и начинает ему отвечать. На его же языке? Да, на его же языке, чтобы он это понял. А потом они с детьми там начинают друг другу играться и обсуждать, и это нетворкинг. А мне кажется, у нас даже студенты боятся подойти к профессору и задать какой-то вопрос. А тут такая культура, что даже ребенок может подойти, не побоявшись. Правильно. И не только студенты, мне кажется, даже взрослые. И здесь мы сталкиваемся с тем, что там голосовать мы не хотим, боимся, и тогда свое мнение сказать мы не можем, и здесь все вот с детства, понимаете? А если возвращаться к вопросу о доступности? Доступность образования. Я думаю, сегодня мир и образование стало настолько доступным, как никогда. Но проблема в том, что к нему не идут. Не тянутся, да. Либо тянутся, но не теми путями. Это другая, да, проблема. А то, что делает государство сегодня, ну, дает очень достаточное количество грантов, да. Кстати, их увеличили. Уже каждый год увеличивают. ЕНТ там стало четыре раза в год. Да, то есть дают шансы, больше возможностей для того, чтобы больше поступали. Ну, вопрос опять же там в том, насколько люди начали там тянуться. А почему они не тянутся? Может, это образование уже устарело? Может, ему нужны быстрые знания? Курсы какие-нибудь, допустим. Курсы прошел или от компании, все, дальше ушел и сразу, да, работаешь. У меня сразу тут вытекает третий вопрос о том, что вообще мир очень стремительно сейчас меняется. И раньше, если ты шел в университет, куда-то в училище и получал образование там инженера, этих знаний тебе было достаточно, чтобы там 20 лет работать на заводе. А сейчас так не работает. Ты учишься в университете, и тебе надо все время развиваться. И как будто бы университетские знания немножко теряют свою актуальность. Что думаете по этому поводу? Да, вообще это классный вопрос, это такая большая дилемма. Традиционно считается, что рынок труда, он идет гораздо впереди, чем образование. И он диктует правила тому, чему нужно учить в университетах и что нужно для него. Понимаете? Это очень важный момент. Рынок всегда впереди. Потому что рынок ищет возможности. Дальше он ищет специалистов. Это первое. Средняя продолжительность жизни одной специальности сократилась с 60 лет до 25 лет сегодня. То есть специальности очень быстро исчезают. Если мы посмотрим топ-10 специальностей, которые будут важны в ближайшие 5-7 лет, то мы увидим, что все связано с новыми технологиями, очень много связано с альтернативной энергетикой, с тем, инженерами искусственного интеллекта и так далее, тому, чему классический университет перестал учить. И вот здесь мы видим настолько большое отставание сегодня от рынка. Рынок очень сильно ушел, но специалистов не хватает. И наши университеты должны учить не тому, что нужно сейчас или то, что нужно было вчера. Они должны учить тому, что будет дальше, чтобы человек ушел и он был востребован еще 30-40 лет. Понимаете? И вот это настолько важный момент. И мы очень много видим, что наши многие университеты учат тому, что нужно сейчас. Понимаете, человек закончит через 4 года, и он просто теряется этого дня. Но здесь, знаете, еще проблема в чем? Ведь профессора, которые работают в университетах, они же ведь тоже не хотят апгрейдиться. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. То есть есть профессор, который работает в университете условно 30 лет, ему говорят, приходит запрос от ректора условно, рынок требует столько-то специалистов, юристов в такую-то компанию. Профессор, который 30 лет одно и то же делал, ему вообще очень сложно посмотреть вперед еще на 10 лет, потому что он уже сидит на очень удобном месте, он уже привык к тому, что он дает. И вот эти все книжки, которые он когда-то еще проходил и там учил, ему с этими книжками комфортно. Конечно, мы, видите, ну... Но молодежь, допустим, которая окончила университет и хочет ли она вернуться и обучать такую же молодежь, как она, таких, к сожалению, все меньше и меньше. А вот как раз-таки на вот этом вот процессе, вот здесь вот все, мне кажется, истопорится. Да, понимаете, но здесь это, да, это у нас так, потому что многие наши университеты, они система учить. Да, 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 а не развивать, даже не мотивировать. Я сейчас вам скажу, председатели крупных американских банков, все профессора практически, Джейкоб Фрэнкель, председатель правления банка Джи Пи Морган, крупнейший банк мира, профессор Чикагского университета. Они параллелят теорию с практикой. Посмотрите, это интересный процесс. Да. Рынку важны вот эти умные люди с университетов. Они уходят, приходят, и они постоянно находятся в процессе обучения. Да. Вместе со временем должны учиться и профессора. Вы правы, там очень много учат. Вопрос в том, чему ты учишь. Если ты говоришь о науках естественных, то там основы всегда важны, они не меняются. Но если ты говоришь о социальных науках, такие как экономика, политология, это те науки, которые постоянно развиваются. Сегодня там на уроке по международным отношениям большая часть должна быть посвящена дипломатии, в международных отношениях, в войне на Украине и так далее. Понимаете? Да. Есть несколько университетов в Казахстане, которые на порядок выше, чем другие университеты. Понимаете? Таким образом, в Казахстане 90% студентов не охвачено качественным образованием. Они учатся тому, что нужно было вчера. Мы просто теряем. Что мы можем сделать, чтобы этот процент увеличить? Чтобы не 10% получали качественное образование? Даже не 10%, еще меньше получают. Ну, чтобы больше было. Что мы можем сделать? Вот как пример. Как вы считаете, какое решение будет оптимально? Да, это очень правильный вопрос. Это очень нужно много финансировать науку и образование. В Казахстане на науку выделяется сегодня 0,2% ВВП. Сейчас министр, да, Саисад Нурбек, он стремится увеличить до 1%. Это очень круто. Но развитые страны, Южная Корея, Израиль, США от 4 до 5%, 5,5% ВВП. Представьте, 0,2% и 5,5% ВВП, насколько много денег вкладывается в образование и в науку. Наука считается то, что на каждый доллар она приносит 3 доллара, наукоемкие процессы. То есть это обратный процесс инвестиций. Сколько ты инвестировал, ты в 3 раза больше получаешь в науке в среднем. Нужно инвестировать больше в науку, в образование. Таким образом будут появляться более качественные университеты. 1,5% ВВП. Да, на науку это вот. Это очень хорошо, спорт, но это очень правильно. Но знания важны. Но не то, что я говорю, что нужно со спорта забрать. Нет, просто если сравнивать, нужно просто увеличить в области науки. Вот то, что мы делаем на Нобелфесте, например, впервые там Нобелевский лауреат стал штатным профессором Казахстанского университета. Представьте, такого никогда не было. Он открывает новую MBA-программу в университете Южно-Казахстанском университете. Супер. Еще и в Южно-Казахстанском. Ничего себе. А ты хочешь подробнее рассказать о фесте в общем? Зачем мы делаем Нобелфест? Да. Мы хотим заразить просто наукой и образованием. Мы хотим общество, которое будет стремиться к знаниям. Иногда людям нужен просто шанс. Есть много тысяч, тысячи, тысячи детей, которые просто не имеют шанса получить образование. Посмотрите, мы находимся в Алма-Ате, в прекрасном городе. Уедьте отсюда 50 километров и вы все увидите, весь Казахстан. Как он есть. Детей и так далее. В школах мы не задумываемся, что может быть сидит там маленький Эйнштейн. Потому что в классе 45 детей и очень сложно с каждым коммуницировать. В университете мы тоже об этом не думаем. А здесь иногда ребенку нужен шанс. Нужно показать, что классно есть вещи, которые должны развивать энтузиазм у тебя. Любопытство это на самом деле, говорят, почему четыре промышленные революции произошли на Западе. Есть одно простое объяснение. Любопытство людей. Любопытство, которое тебя двигало, двигало куда-то вперед. И вот этим молодым людям не хватает этих знаний, опыта. И мы хотели бы на Ноблфест показать, какие классные темы развития космоса. Есть ли жизнь за пределами Земли. И когда приезжает человек, который основатель проекта внеземных цивилизаций. И благодаря которому Сенат США принял предложение о том, что создать комитет по внеземным цивилизациям. Это звучит как будто бы из области фантастики. Да, но это сегодня, понимаете. Или люди, которые первые придумали, что такое AI, искусственный интеллект. Когда они приезжают и рассказывают, как будет меняться мир, как будут меняться технологии. Это очень круто. Это очень мотивирует. И мы поэтому собираем тысячи людей. И поэтому проект так быстро растет. Привлекаются университеты. В университеты привлекаются профессора. Вот сейчас создается магистрская программа, которую будет руководить Нобелевский лауреат. Она называется программа климатической экономики. Для Казахстана это очень круто. И это вот специальности, которые будут через 10 лет важны. Понимаете? Клаймат экономи. Это насколько круто. Ты будешь понимать мир технологий зеленых. И у нас нет этих специалистов. И он делает целую MBA программу. Супер. И это вот то, что мы делаем. Я так понимаю правильно. Мне кажется, все проблемы, которые мы до этого обсуждали в школьной системе образования, в университетской системе образования, все идет, упирается на то, что нам нужна какая-то большая культура тяги к знаниям. И мне кажется, как раз-таки в фестивале, как Нобелевский фест, рождает интерес у общества. Не только у школьников, студентов, но даже у тех же самих профессоров, которые 30 лет делают одно и то же. Их приезжают в Казахстан, не знаю, лауреаты Нобелевского фестиваля. Мне кажется, они хотят равняться. Это вот такая интересная коллаборация, возможность подтянуть интерес всех, охватывающий всех. Мне, знаете, понравилось выражение одно. То, что культура — это позвоночник государства. Потом кости образования, фундаментально важные вещи. Но все идет от культуры. Если в культуре у тебя будет заложено учиться, оно будет. Если у тебя в культуре нет этого, оно не будет. И наша задача — вот эту культуру знаний повышать. Поэтому мы говорим очень много об этом, кстати. Приходите с детьми. Да, да, да. Вы приходите с детьми. Я приеду. Обязательно. Это будет очень круто, потому что дети должны видеть, что родители ходят на такое. Как мы хотим, чтобы дети там что-то делали, если они смотрят на нас и говорят, там, учи себя, да, там, если ты хочешь, что-то тут. У меня тут вытекают вопросы. У вас, я знаю, три дня идет мероприятие. Вот в один день можно прийти с детьми, получается, в другой. Расскажите о программе. Как это будет проходить, чтобы вот и общее представление иметь? Что ожидать от этих дней? У нас, получается, это очень большое событие. На каждый день там больше двух тысяч человек. И там большой микс. Это не только нобелевские лауреаты, это известные бизнесмены. Именно там в сфере технологий. Участвовал Юваль Харари, да, который там написал там про историю человека, да. Очень таких много классных людей. И каждый день идут выступления, большие выступления, где уже потом они могут с участниками поговорить. И идут там, это все разные форматы. И очень интересно, очень круто. Получается такой массированный поток знаний, который пришел там к тебе домой. Друзья, спасибо, что были с нами и послушали подкаст до конца. Мы готовим для вас много интересных проектов совместно с Нобельфест. Поэтому следите за новостями и не забудьте приобрести билеты на Нобелевский фестиваль, который пройдет в период с 5 по 7 октября. До новых встреч!